МАГАДАН Детские сады готовы к эпидемии ОРВИ, гриппа и коронавируса. Представителям СМИ сотрудники дошкольных учреждений рассказали, какие меры профилактики инфекции они используют. Режим проветривания, влажная уборка помещений и медицинский фильтр. Ежедневные процедуры в детских садах. У нас проводится первое – это утренний фильтр детей и сотрудников. Утренний фильтр проводится, самое первое – это измерение температуры тела детям, осмотр зева и оценка общего состояния детей. Если у малыша или сотрудника находятся симптомы заболевания – насморк, кашель, воспаления горла – его отправляют домой. Кроме того, в случае одного дня пропуска ребенком детского сада родители должны предоставить справку о состоянии здоровья. Заседание оперативного штаба по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции провел губернатор Колымы. На совещании присутствовали представители золотодобывающих компаний, в том числе и Кинрос. Сотрудник предприятия на прошлой неделе был доставлен в больницу Анадыря с предварительным диагнозом СОВИД-19, пока не подтвержденным лабораторно. Анализы, взятые у потенциального носителя коронавируса, отправили в Новосибирск. Это единственный регион в стране, в котором сейчас проводят тестирование на выявление заболевания. По словам сотрудников распотребнадзора, отправленные пробы попадут на изучение врачам только 19 марта. До этого времени есть подозрения на наличие болезни не только у одного человека, но и у тех, с кем он находился в контакте. 155 человек находятся в зоне риска. Сегодня мы ждем, значит, или на этой неделе будут готовы результаты в Новосибирске и будет окончательный вердикт, как компания контролирует соблюдение домашнего режима своими работниками на территории Магаданской области. Сергей Носов поручил всем инстанциям отработать сценарий учений повышенной готовности в случае подтверждения наличия вируса в Магаданской области. В план профилактических работ входит отмена культурно-массовых мероприятий и перевод учебных заведений на дистанционное обучение. В инфекционной больнице Магадана подготавливают спецпалаты с изоляцией вентиляционных шахт. В областной больнице выделили отдельное крыло с изолированными палатами для пациентов с подозрением на пневмонию. Симптоматика заболеваний схожа и в итоге может оказаться, что человек болен коронавирусом. В случае обнаружения симптомов на респириторное заболевание, граждане могут обратиться по телефону горячей линии 62 40 43. Власти Магаданской области планируют запустить новый авиарейс по маршруту Магадан-Карсен-Ярск-Магадан для разгрузки московского направления. Об этом нашему телеканалу рассказал руководитель управления дорожного хозяйства и транспорта региона Сергей Ерохин. В 2020 году авиакомпания «Пауэрофлот» планирует организовать хаб в Красноярском аэропорту Емельянова. Из Красноярска будут организованы не менее 10 рейсов, которые представляют интерес для жителей Магаданской области. Это Симферополь, это Барнаул, Домск, ну и так далее. В общем, порядка 10 направлений. Учитывая то, что в настоящее время в том числе проводится работа по разгрузке московского авиаузла и для представления большей возможности для жителей области, правительством ведутся и министерством ведутся переговоры с авиакомпанией «Аврора» и авиакомпанией «Аэрофлот» по организации рейса «Магадан-Красноярск-Магадан» для того, чтобы использовать Красноярск как транзитный аэропорт, перевозить людей по тем направлениям. Сегодня межрегиональное воздушное сообщение из Магадана осуществляется по направлениям Москва, Хабаровск, Новосибирск, Владивосток, Иркутск, Якутск, Анадырь, Петропавловск, Камчатский. Магадан готов к пожароопасному сезону и паводкам. Об этом говорили в мэрии города на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. На основании прогнозов Управления гидрометеорологии, а также имея опыт предыдущих лет, городские власти подготовились к весне. Руководители коммунальных служб и органов, контролирующих ситуацию, доложили о проведении работ по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций. В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций коммунальщики и спасатели проводят профилактические работы. По мере необходимости организован вывоз снега с придомовых территорий. Также специалисты обследуют микрорайоны, в которых возможно подтопление домов. По словам руководителя департамента ЖКХ мэрии Магадана Анатолия Худинина, водооткачивающая техника находится в исправном состоянии. Кроме того, на комиссии обсудили вопросы пожарной безопасности в весенние и летние периоды. Все службы готовы к предстоящему сезону. В прошлом году в Магадане было зафиксировано 26 возгораний, а сам пожароопасный сезон открылся 2 мая и закончился в начале октября. В целом, городские власти усилили контроль за действиями аварийных служб управляющих организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, водоканалом, теплосетью, городским эксплуатационным центром. В следующем году пенсию начнут назначать автоматически. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму Министерства труда и социальной защиты России. Ведомство переходит к использованию цифровых технологий, чтобы создать максимально комфортные условия для россиян. Достигшие 45 лет граждане через сайт Госуслуг раз в три года начнут получать уведомления о размере своих накоплений. В пробном режиме сообщения начнут поступать с 1 июля следующего года. Информация будет включать в себя примерный размер страховой пенсии по старости, рассчитанный по данным уже накопленных пенсионных прав. Не заплатив вовремя, получил статью. За 2019 год на территории Колымского края полицейскими выявлено 40 преступлений налоговой направленности. Из общей суммы материального ущерба возместили 84% или 72 миллиона рублей. О последствиях уклонения от государственных сборов рассказали в Управлении Министерства внутренних дел по Магаданской области на брифинге. Из числа выявленных преступлений 19 были совершены в крупном и особо крупном размере и 15 преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Для примера проведенная нами работа позволила установить признаки преступного сообщества межрегионального характера, члены которого на территории Магаданской области, Московской области и Краснодарского края создали сеть юридических лиц для уклонения от уплаты налогов. Ущерб от данной преступной деятельности превысил 100 миллионов рублей. На имущество незаконного сообщества, в перечень которого входят административные здания, автомобили и промышленная техника, сотрудники правоохранительных органов наложили арест. Следственный комитет России по Магаданской области для беглецов от уплаты налогов приготовил 210 статью Уголовного кодекса. Также сотрудники ОМВД России по Магаданской области выявили 20 преступлений по так называемым фирмам-однодневкам и завели три уголовных дела по фактам незаконного возмещения НДС. В Магадане сотрудники МЧС спасли запертого в квартире четырехлетнего ребенка. Мальчик игрался в прятки, зашел в ванну, но выйти не получилось, замок заклинило. Мама не смогла справиться с дверью и вызвала спасателей. Те быстро прибыли на место и помогли. Плачущего малыша сразу передали перепуганные родительницы. Довольно часто мы выезжаем на открывание дверей и, ну не знаю, наверное, случаев 90 связано именно с детьми. Случаи бывают разные. Это зачастую мама вышла куда-то в магазин, то ли забыла ключи, захлопнула на дверь, то ли ребенок маленький закрывает ее на защелку. Ну, если внутри закрыть на защелку, то снаружи уже дверь никак не откроешь. Ну и спасатели приезжают и, соответственно, используя слесарный инструмент, специальные инструменты, либо то же самое окно, проникают в квартиру и открывают. И, соответственно, воссоединение детей с родителями. Сотрудники МЧС отметили, при спасательной операции, запертой в четырех стенах малыш, вел себя спокойно. Все время разговаривал со взрослыми. История со счастливым концом закончилась установкой замка и облицовки. Рассветки и фактуры, которым позавидуют ведущие кутюрье планеты. Шикарные обои производства Италии, Германии и России. Богатый выбор и безупречное качество. Мастерок. Магазин правильных решений. Карла Маркса, 62. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами мотором прилагается видеотест работы двигателя, проведенной японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам. По предоплате скидки. Ждем вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-40-50. 18 марта в Магадане без осадков. Температура воздуха ночью 13-16 градусов мороза. Днем 10-12 ниже нуля. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 71%. Склад магазин строительных материалов «Крас» представляет. Гипсокартон и комплектующие. Сухие строительные смеси. Древесно-плитные материалы. Лакокрасочная продукция. Пиломатериалы. Гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63-66-92.